Я предлагаю пригласить в нашу студию гостя, который знает Пашиняна. Это Андроник Тиванян, который сможет пролить для нас свет. Вот это, может быть, это искренне, или это постановка. И почему на это действительно армяне покупились? Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Очень приятно. Андроник, вы же с ним встречались несколько раз. И как впечатление? Я с ним знаком пару раз встречаюсь. В 2008 году я тогда был экспертом политических исследований, занимался. А в рамках чего встречались? Кто хотел проконсультироваться, то есть тогда были выборы президента. В 2008 году он был в команде ТРП Тросяна. Я всегда был в противоположной команде, то есть с идеологической точки зрения и с точки зрения процессов политических. Они всегда, то есть во время работы в газете, говорили про сдачу Карабаха. Это была антикарабахская система, структура, которая всегда работала. И будучи редактором, я всегда замечал это. И они просто знали, что будут какие-то стычки политические во время президентских выборов в 2008 году. Просто хотели узнать, какое у меня мнение. И вот тогда мы постыковались. И я тогда понял, что этот человек очень посредственный. А какое было у вас мнение по этому поводу? Человек, у которого один принцип – беспринципиальность. Человек, который всегда хочет выйти из ситуации сухой. Мы же наблюдали, в 2008 году он организовал стычки после президентских выборов и смылся оттуда. То есть после него всегда кровь. Это начиная с 2008 года. То есть когда мы наблюдаем за цветными революциями, если перефразируя классикой, можно сказать, что все счастливые страны похожи друг на друга, а все те страны, в которых произошли цветные революции, несчастливы по-своему. И все цветные революции имеют один цвет, этот кровавый цвет. Его судили за это после 1 марта 2008 года. И на суде, кстати, он говорил, что вообще ни в чем не виноват. Давайте посмотрим. Сторона обвинения пишет, что 10 человек погибли по нашей вине. Если подойти к этому не по-философски, а юридически, то да, правильно, что нас обвиняют. Потому что мы довели до того, что какая-нибудь власть допускает мысль, что можно убивать своих граждан в центре столицы. Все, все мы виноваты в том, что Роберт Кочарян, как это по-русски говорят, додумался, и он может убивать. А что на самом деле случилось? На самом деле это поствыборные процессы, которые мы наблюдаем в постсоветских странах. Они же знали, что они проиграют. Ну да, в принципе, такое было. Но он взялся организовать бунт, так называемый. Но это была своеобразная попытка цветного переворота. То есть он виноват в гибели людей? Естественно, он виноват. Кто пошел на антиправительственные действия? Он призывал всех взяться за камни, за дубинки, потом сказал, что вот сердце разбивается, когда он узнает, что бьют милиционеров и так далее. То есть он все это организовал, потом смылся. А зачем? Ну зачем против своего народа такие вещи делать? Борьба за власть. Ну а зачем такая власть, если люди умирают? А сейчас умерли тысячи. Тысячи. Из-за политики, из-за той политики, которую он вел, умерли тысячи. А он на кого работает тогда вообще? Он сейчас работает на себя для того, чтобы защитить свою шкуру. Потому что сейчас он стал уже после 20-го года марионеткой Запада. Потому что понимает, что то, что он сделал, в лучшем случае его ждет участь с Михаилом Саакашвили. Это вот смесь армянского Саакашвили и Зеленского. Он понимает, что после сдачи власти его осудят. И он боится просто будущего. И поэтому держится за стул. А это его делает марионеткой для Запада. Потому что уже легко контролируемая ситуация. Еще вопрос. Почему полюбили его люди? Дефитит справедливости. Дефитит ощущения того, что вот вся сторона в коррупции. Проблема распределения ресурсов. Все это было, естественно. И почва была объективная. Он, как бы, будучи популистом, смог завоевать сердца людей. Это везде, как актеры играют, так и он сыграл в эту игру. Люди поверили. Люди поверили, потому что он играл своеобразного армянского Робин Гуду. Он обещал, что вот отнимет у богачей и раздаст бедным. Ну а сейчас ощущение пришло? Сейчас ощущение пришло, конечно. Его должны вынести тогда? Ну, естественно. Естественно, все политические силы, также и наше движение оппозиционное, которое я возглавляю, мать Армения, нацелено на то, чтобы иметь свою власть. И мы объективно стараемся объединять всех тех слоев, которые против пашиняновской власти и пашиняновской политики. И мы понимаем, что эта политика просто приведет к гибели. Еще один философский вопрос стоит. То, что вот интересы пашиняна и Армении, они разносятся, это противоположные интересы, это понятно. То, что он политический труп, это тоже понятно. Но таким ли станет Армения, это уже вопрос философский. И мы все стараемся сделать так, чтобы Армения была, существовала и развивалась. Как вы думаете, вот этот шаг с Нагорным Карабахом, с АДКБ, с приглашением НАТО, означает ли это, что Армения и Россия теперь будут по разной стороны баррикады? Или у нас есть шансы подружиться? Один вопрос политика пашиняна, другой вопрос отношения армянского народа к России. Армяно-российские отношения, они должны быть стратегические, и они не имеют альтернативы. Я точно считаю, что мы должны быть в АДКБ, мы должны развивать армяно-российские, армяно-иранские отношения. Об этом знает также Никол Пашинян, но для того, чтобы защитить свою личную безопасность, он стал марионеткой для Запада. Спасибо вам большое, Андрей Николаевич. Вам тоже спасибо. Всего хорошего.